Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Как правило, если сайт какой-либо компании становится недоступен, это вызывает беспокойство у партнеров данной компании. А если речь идет о компании с пассивным доходом, то часто даже и панику. И, как вы знаете, некоторое время сайт компании BitClub Network также был недоступен. На сайте было опубликовано объявление о том, что сервера не выдержали, и компания занимается восстановлением данных. И надо отдать должное, работа сайта в данный момент полностью восстановлена, и если у вас есть личный кабинет в этой компании, вы можете в этот личный кабинет зайти. Так что BitClub Network это тот редкий случай, когда слова компании не расходятся с делами. Если компания заявила, что работа сайта будет восстановлена, она это сделала. Если вы заходите первый раз после восстановления сайта, как в данный момент захожу я, то здесь важная информация. Здесь помечено, что ваш аккаунт не является верифицированным. Пожалуйста, предоставьте полную документацию, нажав вот сюда. И это необходимо сделать до 31 декабря, иначе ваш аккаунт будет заморожен. Даже если кто-то уже подавал документы для верификации, придется сделать это снова, потому что, когда произошел сбой серверов, по сути, значительная часть информации была потеряна. И кроме того, в объявлении говорилось, что компания не хранит эти документы, которые партнеры загружают на сервер. Итак, читаем. Соглашение о членстве. Членство в BitClub Network и получение доступа к его возможностям и преимуществам возможно при условии. Первое. Удовлетворение критериям, включая возраст и место жительства. Второе. Подтверждение того, что будущий член сети согласен с условиями соглашений BitClub Network, изложенными ниже. И третье. Оплаты членского взноса. Условия соглашения о членстве. Будущий член BitClub Network. Первое. Выполняя указанное ниже членское соглашение, вы подтверждаете, что вам уже исполнилось 18 лет. И. Б. Что вы не являетесь гражданином или жителем одной из следующих стран, Соединенные Штаты Америки или их территории, и Филиппины. Таким образом, граждане США или жители США и Филиппин не могут участвовать в данном проекте. Второе. Выполняя членское соглашение, указанное ниже, вы соглашаетесь, что как член BitClub Network, вы обязуетесь выполнять следующие требования. А. Членское соглашение. Б. Политики и процедуры BitClub Network Incorporated. И. С. Любое соглашение, которое требуется от членов сети, чтобы воспользоваться возможностями майнинг пула BitClub Network. Третье. Прежде чем вы сможете стать членом BitClub Network Member, требуется уплатить членский взнос, переведя в биткоин монетах сумму, эквивалентную 99 долларам. После того, как вы ознакомились с этой информацией, ставим галочку здесь и здесь и нажимаем «Я согласен». Появляется вот такое зеленое сообщение. Благодарим вас за согласие с нашими условиями и сейчас можете войти в ваш аккаунт. Чтобы загрузить документы для верификации, найдите вот это объявление, где восклицательный знак нарисован и нажмите английское слово «Here» или по-русски «Здесь». Если вы входите первый раз после восстановления, вы увидите вот такую надпись на английском языке. В переводе на русский эта надпись гласит «Обновите свой пароль». В связи с недавним нарушением правил безопасности, необходимо обновить пароль перед получением доступа к нашей системе. Если у вас настроен аутентификатор Google, просто введите свой шестизначный код ниже и обновите свои данные пароля. Если у вас нет Google аутентификатора, нажмите кнопку ниже, чтобы запросить пин-код. Как только вы получите этот пин-код, введите его ниже и ваша учетная запись будет полностью восстановлена и защищена. В настоящее время мы используем эту систему проверки пин-кода во всех разделах нашей платформы, поэтому важно ознакомиться с ее использованием. Если у вас возникли проблемы с заполнением этой формы, пожалуйста, создайте тикет в службу поддержки. Итак, в верхней графе вставляем текущий пароль от кабинета, здесь вставляем новый пароль и еще раз новый пароль. На красном фоне написано «Требуется пин безопасности». Если вы знаете этот пин, то вводите его здесь. Если вы его не знаете, то можете нажать зеленую кнопку «Email – New PIN Code» и новый пин-код будет выслан на вашу почту. Или если у вас подключена двухфакторная авторизация через Google аутентификатор, то введите шестизначный код здесь. И здесь примечание, что все коды, запрошенные через электронную почту, действуют в течение двух часов. Поэтому, если вы запросили код, использовать его быстрее. Итак, я нажимаю «Email – New PIN Code». Появляется сообщение «Пин-код выслан». Приходит письмо с пин-кодом, который я копирую. Вставляю вот сюда и нажимаю зеленую кнопку «Изменить пароль» – «Change Password». Здесь написано «Ваш аккаунт на данный момент не верифицирован. Пожалуйста, предоставьте вашу документацию, нажав сюда. У вас есть время до 31 декабря, чтобы предоставить необходимую информацию, иначе ваш аккаунт будет заморожен». Нажимаю надпись «Here», то есть здесь. Итак, заполняем необходимые данные латиницей. Имя, фамилия, электронная почта, страна, адрес, город, область, республика, регион, штат, почтовый индекс, пол, «Mail» – это мужской, «Female» – это женский, гражданство. Выбираете страну из списка. Дата рождения. Обратите внимание, что вначале идет месяц, потом идет число, и потом идет год. До какого числа действует ваш документ? Также обратите внимание, что сначала идет месяц, потом идет число, и только потом идет год. Нажимаете здесь и выбираете на компьютере «Скан» или «Фотографию документа, подтверждающего личность». Это может быть паспорт, водительские права или ID. И ниже идет текст на английском. Вот перевод на русский. Пожалуйста, загрузите четкую фотографию вашего удостоверения личности с указанием полного номера, вашего имени, даты рождения и срока годности документа, то есть даты, до какого срока ваш документ действует. Для подтверждения адреса вы должны предоставить разборчивый документ с полным адресом. Нет исключений. Это может быть счет за коммунальные услуги, счет за телефон или любой другой документ с вашим полным именем и полным адресом. Каждый файл должен иметь формат JPEG или PNG менее 1 МБ, иначе он не будет принят. То есть обратите внимание, что если документ превышает этот размер, попробуйте уменьшить его размер с помощью фоторедактора. Если не умеете делать это сами, попросите, кто в этом разбирается. Важно! Вы должны предоставить документ, удостоверяющий личность, или копию официального удостоверения личности или паспорта, а также подтверждение адреса, например, копию счета за коммунальные услуги для заверения. Оба эти документа должны быть очень четкими, иначе ваше заявление может быть отклонено. То есть когда будете делать скан или фотографию ваших документов, позаботьтесь о том, чтобы надписи все хорошо читались. Таким образом вы можете загрузить ваши документы для верификации. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Шариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.